Сегодня в экономическом календаре. В 11.30 Великобритания опубликует пакет важных экономических показателей. Среди них средний уровень заработной платы с учетом премий, отражающий благосостояние британцев, а также изменение числа заявок на пособие по безработице и уровень безработицы, позволяющий оценить состояние рынка труда в стране. Превышение прогноза по уровню средней зарплаты и снижению числа заявок на пособие по безработице приведет к покупкам британского фунта. Также в это время будет опубликован протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике. Это детальный отчет совещания Комитета, которое состоялось две недели назад. Кроме характеристики британской экономики, в отчете содержится информация о количестве голосов, отданных за варианты решений по процентной ставке. В 12.00 Евростат представит данные о значении индекса потребительских цен по еврозоне за месяц и в годовом исчислении. Согласно прогнозу, он останется на прежнем уровне. В случае превышения ожидаемого значения спрос на европейскую валюту вырастет. В 12.35 выйдет информация об аукционе по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии, в которой отображается средняя доходность бумаг. Изменение доходности является индикатором государственного долга страны. В 15.30 в Канаде выйдет объем оптовых продаж за месяц. Показатель является индикатором потребительских расходов. Выход данных ниже ожидаемого уровня приведет к продажам канадского доллара. В 17.30 информационное агентство энергетики США опубликует еженедельные данные о запасах сырой нефти, которые влияют на стоимость нефтепродуктов и инфляцию. В 21.00 произойдет событие, которое всегда ждут и внимательно отслеживают трейдеры. Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США сделает заявление о своем решении по процентной ставке. Ожидается, что ставка будет сохранена на прежнем уровне 0,25%. Затем состоится конференция, в ходе которой будут представлены аргументы, повлиявшие на принятые решения, а также обнародованные результаты голосования. Также ФОМС сообщит свой прогноз развития американской экономики. В 21.30 с речью выступит председатель Федеральной резервной системы Джанет Елен. Реакция рынка будет зависеть от степени агрессивности тезисов и высказываний на конференции и в речи Елен. Обратите внимание на выходящие завтра данные США. В 17.00 будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ с Филадельфией, влияющий на волатильность доллара США. Общий тренд прогнозов по паре евро-доллар в долгосрочной перспективе направлен на снижение. Об этом заявляют аналитики таких банков, как Bank of America, HSBC и BNP Paribas. Зарабатывайте на американских новостях, открывайте сделки. Информационный видеоканал MaxiMarkets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.